Доброе утро, уважаемые трейдеры и все, кто связывает себя с торговлей на мировых рынках. Сегодня 25 июня, вторник, и мы начинаем наш шкатский обзор по основным торговым инструментам. Итак, евровалюта в понедельник попыталась пробить промежуточную отметку в 1.31 ровно и начать тестирование психологической отметки в 1.30 ровно. И этот сценарий, в принципе, формально удался. Котировки пары евро-доллар дошли до верхней границы зоны тестирования данной психологической отметки в 1.30-50. И таким образом, фактически, были оправданы наши прогнозы на попытку тестирования 1.30 ровно. Фундаментальная картина для евро все еще складывается негативная. Макростатистика по-прежнему выступает определенно не в пользу укрепления единой европейской, несмотря на то, что в последние месяцы даже по европейской экономике стали поступать позитивные сигналы. Однако сейчас главный драйвер для пары евро-доллар – это недавно объявленные сроки начала сворачивания Федрезервом США программы третьего раунда количественного смягчения, так как в этой паре очевидно, что инвесторы до сих пор не отыграли до конца сделанные Беном Бернанке заявления. Фактически, можно говорить о том, что евро лишился, фактически, своего главного фундаментального конкурентного преимущества по отношению к американскому доллару. Технически, картина по евро складывается негативно. Эксировки продолжают движение в рамках краткосрочного нисходящего канала и уже пытаются начать тестирование психологического уровня в 1.30 ровно. Индикаторы также подтверждают наличие значительного потенциала у текущего нисходящего канала. Так, индикатор Stochastic уже практически подобрался к зоне локальной перекупленности выше 80 уровня, что говорит о возможном скором начале отката от него. В то же время ADX все еще находится выше 50 уровня, что вместе с показателями Stochastic продолжает указывать на большой медвежий потенциал пары евро-доллар. Индикатор Полоса Бонжера показывает значение высокой волатильности и также говорит о потенциале текущего медвежьего тренда. В результате по европейской валюте мы сохраняем наш позиционер не прежним, оставляя в силе и целевые отметки в районе 11.950. Японская валюта продолжает демонстрировать завидную высокую волатильность. Внутридневной ход торгов котировками японской иены превышает 150 пунктов от максимума до минимума, что связано с обидием слуха вокруг так называемой абеномики. В понедельник пара доллар-иена попыталась прорваться к промежуточной отметке в 99 иен за доллар, однако котировки лишь совсем немного не дошли до этого уровня и затем начали просадку ниже 98 иен. Максимум дня составлял 98.70. Поэтому в целом пока все идет по намеченному нам среднесрочному сценарию, однако существует большая вероятность образования фигуры головой и плечи на часовом графике, что может спровоцировать довольно резкую просадку котировок в случае ее реализации. Пока что же мы оставляем наш позиционер не по паре доллар-иена прежним, ожидая роста в район 101-101.50 иен за доллар. Нефтяные котировки в понедельник не показали внятной динамики. После тестирования психологической отметки в 100 долларов за баррель марки Brent в результате выступления Бена Бернанки цены стабилизировались и начали консолидацию вводили ключевой промежуточной отметки в 101 доллар за баррель, у которого находится и сейчас. Фондомиционная картина для нефти все еще складывается скорее позитивная. Консолидация у текущих уровней говорит о том, что инвесторы уже отыграли заявление Бернанки о сроках начала сворачивания третьего раунда программ количественного смещения. В то же время статистика по основным экономическим регионам в последние недели выходит в целом обнадеживающе даже по еврозоне. И все эти факторы вкупе с продолжающейся нестабильностью на Ближнем Востоке и нерешенным иранским вопросом оказывают значительную фундаментальную поддержку к котировкам черного золота. Технический анализ по нефти все так же указывает на коррекционный отскок. Индикатор полосы Больжера все еще показывает значение гиперволатильности, а ADX до сих пор находится возле 30 уровня, что сигнализирует о крайне высокой волатильности и средней трендовости рынка. В то же время индикатор стахастик уже оттолкнулся от зоны локальной перепроданности ниже 20 уровня и сейчас указывает на текущий отскок. И в итоге мы оставляем наше позиционирование по нефти прежним, ожидая восстановления котировок до уровня 103-103,5 долларов за баррель. Общий фундаментальный фонд сегодня ожидается в целом средний. Из статистики можно выделить данные по США, в частности, данные по заказу на товары длительного пользования в 12.30 по GMT за май. И также данные по оборотам розничной торговли, индексу розничной торговли в 12.55. И также данные по продажам новых домов за май в 14.00 по GMT соответственно. На сегодня на этом все. Следите за рынком и выходящим новостным фондом. Удачной всем торговли и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok